Всем привет, и сегодня я расскажу вам страшную историю, которая называется Загадочный дом Лэнга. Фред говорит, что мы близко, уже не терпится посмотреть, он так его расписывал. Ох-ох-ой, ну что ты надеешься? Чудес точно не жди, я уверена, что это очередной заброшенный дом, который понравился Фреду. Да ты ведь сама хотела с нами пойти. Фред просто умеет преподносить информацию, расскажет так, что сразу захочется, а я просто знаю об этом умении, поэтому и не ведусь. Ясно-понятно. А где вы вообще? Мы припарковали тачку на перекрестке с Гроу-стрит. Так вы, получается, в картриский лес пошли? Черт знает, думаешь я специалист по лесам? Фу. Я тебе фотку скинул на почту, посмотри. Эм, а почему не здесь? Тут ошибку выдает, не хочет грузиться. Это река что ли? Ага, ты только глянь, какая чистая, я сразу детство вспомнил. Эй-эй, притормози с этим, нормально ведь общались, сейчас как начнешь и никогда не закончишь. Вы там вообще к дому идете или на реку смотрите? Фред сказал подождать его здесь. Зачем? Господи, Амелли, да отлить он пошел, не пойду же я с ним. А долго его нет? Минут 20 как. Эй, ты где? Чувак, это не смешно. Может он без тебя пошел? Типа всю дорогу вел меня к заброшенному дому, чтобы потом бросить хрен пойми где? Вот только на меня не надо срываться, окей? Извини, пока я хоть что-то еще вижу, пойду вперед по тропинке и буду надеяться, что ты права. Хоть раз в жизни, ты же можешь быть права. Это ты так меня поблагодарил? Вот это да, знаешь что? Ну? Прямо по курсу какой-то заброшенный дом. Это тот дом, в который вы шли? Откуда я могу знать? Тот чертов дом видел только Фред. Может мне вообще перестать тебе отвечать? Иди в дом, значит. Наверное, Фред уже там. Снаружи дом выглядит стрёмно. Мне вообще не кажется, что там когда-либо ступала нога человека. Так ты что, не пойдешь туда? Да как-то желание пропало. А я и не знала, что ты такой трус. Сказала та, которая слилась. Снаружи оставаться не вариант. Песец, как темно стало. Я блин уже не вижу, какого цвета у меня шнурки. А, они белые. Так, так, так. Так? Там, короче, это, свет. Что? Какой свет? Свет, короче, там. Если ты хочешь получить от меня адекватную реакцию на свои сообщения, напиши нормально. Ёбушки-воробушки, да там свет зажегся. Минуту назад ничего не было. Поворачиваюсь и вижу, свет из дома горит. Шутишь, что ли? Рад бы был шутить в такой ситуации. Да зайди ты туда. Фред по-любому там тебя ждет. А даже если нет, ты ведь не собираешься проводить ночь в лесу? Или поверил в себя и решил один в темноте искать дорогу к машине? Да все, все, я уже у двери. Окна внутри частично картонкой заклеены. Как же она скрипит, господи, как будто на соплях держится. То есть ты даже не постучал и решил сразу как к себе домой зайти? Я как только руку поднес, так она сама и приоткрылась. Может ветер? Кажется, внутри никого нет. Интересно, кто тогда развел огонь в камине? Тут кто-нибудь есть? Кажется, я немного заблудился. Не могли бы вы подсказать? Вся комната чем-то заставлена. Или кем-то. Фигуры какие-то. Некоторые с меня ростом. Фигуры? Ага. Ну знаешь, типа как куклы, только шутки. Вон у одной вообще полвашки нет. А живых людей не видно? Да тут даже на кухне они. Зачем так много? В сортире, интересно, тоже есть? Толчок точно должен кто-то охранять. Меня не покидает странное чувство. Что ты хочешь в туалет? Ага, почти. Мне кажется, что за мной следят. Пит, может предложение переночевать на улице не такая уж и плохая идея? Но должен же тут кто-нибудь быть. Амели. На связи. В кресле кто-то сидит. Кто-то в тени. Отсюда не видно. Ну так подойди и поздоровайся. Куда делись твои манеры? Да я тут минут 15 ходил. Я такой бесшумный что ли? Хоть бы слово кто сказал. Там точно кто-то есть? И, извините, я постучался в дверь, но вы, вы... Фред? Какого черта ты тут делаешь? Говнюк, нафига ты меня в лесу бросил? Чувак, это как? Это что с тобой? Он пришит. Кто, где, что? Пришит, пришит, пришит. Пит, давай по порядку. Мы закончили на том, что в кресле кто-то сидит. Кто? Фред. Я же говорила, но... Ты написал пришит. Да его тело на кресло как ткань на пяльце натянули. Двойными стежками по краю кожи пришили к ткани. Он даже дернуться не может и рот зашит. Он глаза таращит, на меня пялится и мычит. Это типа ему больно что ли? Господи боже, что делать, что делать? Сейчас я тебя вытащу, чувак, потерпи немного. Может ты ножницы где-нибудь видел? Я звоню в полицию. Если это не очередная ваша грёбанная шутка, это ведь не шутка? Шутка? Ты за кого меня принимаешь? Думаешь, я специально это всё выдумал, чтобы тебя разыграть? Мне что ли делать больше нечего? Да я бы лучше сидел сейчас дома и пялился в теле, гравити фо смотрел. Тогда что за дерьмо случилось с Фредом? И кто это сделал? Я слышу шутку. Кто-то к дому подъезжает. Что делать? Что делать? Мотор заглушили, фары выключили. Шаги. Быстрее прячься, Пит. Это хозяин дома приехал? Если да, то он не должен тебя увидеть. Вдруг это он с Фредом сделал? Питти, прячься. Да, да, да. Я залез под стол. Кажется, сердце сейчас из груди выпрыгнет. Надо восстановить дыхание, иначе меня услышат. Скрыть двери. Только не молчи, Пит. Пиши мне обо всём, что происходит. Пит. Это мужчина. Вижу два ботинка в грязи. Он поставил топор, прислонив к столу. Господи, какой же он огромный. С него что-то стекает на пол. Это, наверное, липкая красная... Кровь? Это кровь? Не знаю. Это уже подо мной. Вокруг лужа образовалась. Амели, вызывай полицию. Быстрее. Он знает, что я внутри. Что происходит? Я звоню. Он знает, что я тут. Хороший день принёс сразу две скульптуры. Думаю, что в этот раз у меня точно получится показать страх. Ведь наш гость должно быть уже до усрачки напуган. Ха-ха-ха. Грязные ботинки поворачиваются носками к столу. Пит, картерский лес огромный. Пожалуйста, попробуй вспомнить какие-нибудь нюансы местности. Чем конкретнее, тем меньше времени уйдёт на поиски. Полиция говорит, что на обыске всего леса и недели не хватит. Фигуры из воска – это очень сложное искусство. Незнакомец заглядывает под стол и смотрит на Питера. На лице Питера застывает страх. Незнакомец ухмыляется с топором в руках. Займи позу покруче, пацан. А то вас потом не переставить. Давненько в нашем музее не было новинок. Вернёмся к городским новостям. В музее Лэнга появились новые скульптуры. Спешите увидеть это первыми. Музей славится своей особой техникой производства. А новые экспонаты всегда удивляют своими подвижными зрачками. Они как будто живые. Спешите увидеть это своими глазами. Ставьте лайк на этом видосе. А также оценивайте мою предыдущую страшилку «Царство под землёй». И с вами была я, Джейн Фокс. И всем пока-пока.